И твой дед сенатор. О, смотрите, конфеты. А он сказал, ну и пошла на нас. Ну что вы там? Я немножко часть разговора слышала, она там плакала вроде. Да. Сейчас давайте выйдем отсюда. Где все остальные? Не знаю. Пошли, наверное, да? Пойдем. Пока нас не заставили платить. Она пока там заплакана и все. А что случилось? Чего она разрывялась-то? История грустная, типа. Да, короче, про Брауна я не знаю, но ей был Джозеф, у которого была жена Изабель. У которого была дочь, рыжеволосая Джозефина. И что? Ну, вполне вероятно, что это твой отец. А ты Джозефина, а не Мелоди. И твой дед сенатор. Ну что? Звучит как бред. Перед нами дочка сенатора, господа. А, ну я так сразу подумал. Внучка, точнее. Внучка, внучка. Ну я так и подумал сразу. Демократа? Социалиста? Да не, в основном мы демократы. Так, и что еще? В общем, жена этого Джозефа при странных обстоятельствах выпала из окна. Свернула шею себе. Но как будто бы это свернули шею заранее, а потом и бросили так, чтобы все это представить. Как будто это она случайно упала. После этого муж не горевал и куда-то ушел. Больше не появлялся здесь. Да, к шлюхам. Да, и говорят, что его видят часто. Ну точнее, он любил посещать эти висительные дома. А он еще под опиумом постоянно. Да. О, Ларри, ты лучший друг новый. Да, и мне кажется, я его на след могу взять. Так можно через Ларри на него выйти? Что думаешь? Нам нужны дома эти виселительные. Виселительные. Охрен, ты их назвал, конечно. А это дома в Сен-Денире или вообще по всему штату? Сен-Денире, Сен-Денире. Еще она сказала, что у них семьи были дома в Блэквотере, в Стробери. Но она называла их Бьюкиненами. Она не говорила, что это Джозеф Браун. Она сказала, что Бьюкинен. Бьюкинен? Да, Бьюкинен. Здрасте, почему же так? Но жена у него, у Жозы, была рыжая. У эстрадной семьи. Ты почему... Так, Мелоди, теперь ваша очередь. Расскажите нам, за что вы хотите отомстить вашему отцу? Я... Я не могу это рассказать. То, что я сейчас вам рассказал, похоже на вашу историю или нет? Я плохо помню. Я мать вообще не помню. Я помню, как мы жили в этом доме, но не помню с кем. А потом мы жили с отцом в какой-то коморке. Что за коморка? Почему вы раньше не сказали про эту коморку нам? Потому что я на улицу тогда почти не выходила, и я совсем не помню, что там за место. А этот дом я хорошо помню. Нам нужно найти этого Джозефа, чтобы Мелоди посмотрела на него и узнала, отец ты ее или нет. Тогда это нам придется все шлюхинские за эти дома проекции, правильно? Ну как минимум... Она сказала, что он может жить в этих, ну типа, общественных домах. Возле порта, она сказала. Да. Так, еще есть какие-то строуберы, блокводцы дома там еще что-то. Да, у них есть. Были. Ну что, давай сюда по очереди найдем все. Сначала здесь понюхаем. Сначала портовые дома здесь. Да. Сначала здесь все понюхаем, потом да, все по этому. Да, пойдемте здесь шлюхиндом найдем. Мне кажется, я примерно знаю где. Так, Марселин, Маршру тебя не знали? Нет, я просто... Помните, когда у нас была там... Она общалась с Долорес. Да. Оу! Так. Все, давай спокойно. Кто общалась? Да, проехали. Ну с кем я не общалась? Господи, Марселин, бывает. Нахера на плене и все рассказывай. А, она не примет это внимание. Внимание. Так, где моя лошадь? Ой, чуть реально не заплакала, когда пыталась имитировать мочу. Ничего себе. Ну, ты молодец. Придется эту книжку писать. Я весь блокнот искалякала. Да? Просто такая за корлючками самая. Неплохо, но было похоже, как будто ты действительно записываешь, тебе интересно. Молодец, молодец. Актриса. Актрисы? Актриса, актор. А, актрис. Надеюсь, не такой же, как Ларри. Не, я не плачевный актер. Римус. А. Я актер с хорошим будущим. Прекрасно. Римус тут не пропадет, надеюсь. Надеюсь, что его не увезут. Да, я, наверное, просторожу его. Да поехали с нами. Пошли с нами. Джейд Дрэгон ресторан. Это типа китайский? Наверное. А, звучит хорошо. Согласен, надеюсь, внутри тоже неплохо. Судя по дракону, да, китайский. А, он и называется китайский. Это квартал, да, вот этих самых? Да. У них как бы уже там час пик уже прошел. Лошадь. Ну, обычно здесь завсегда ты, они остаются в этот, как сказать, до утра. Давайте проверим. А где остальные? Они уже сюда вот пошли. Ага. О, я помню этот квартал, я здесь переодевалась. Надеюсь, не после чего-то, чего нам не нужно знать. К, к чему, кто. А, понятно. Ага. Кто-то сиделись-то. Здесь особо не раздержишься. Ну да. Даже не знал, что здесь это, шлюхин двор. Ну вот, да, теперь будешь знать, где раздевалась. Вообще-то раздевалась и одевалась, это важно. А, ну да. А тут выходила. Здравствуйте, господа. О, здесь какой-то проход. Непонятно, куда ведет. Давайте проверим. Какие-то мишки. Там выход, кажется. Да, там выход куда-то на улицу. У вас есть попить, я пить хочу. Да, попить есть. У меня нет, к сожалению. Держи, пожалуйста. Кай Римуса. Его Марс сделать. О. Нарочи скаймарс. Слушай, надеюсь, это не Ларри. Что происходит? Это Ларри. А, это что, были те пацаны, которые вы избили, что ли? Что, они тебя избили? Да, это вот эта шпана меня избила. Одни из них. А куда они побежали? Да, один в портовый район, другие в переулке. Мы их уже не найдем. Да. А нужно есть. Где Мелоди? Где Мелоди? Черт. Кто строил эти дома? Ой, загорит воду. Я хотел чё-то одного связать. Слишком ловкие, ребята. Насчитываешь взлет и быстрее ветра. Как ты делаешь? Ну, понятно, кто такая. Думаю, сэр. Слышится постоянный шум копыт. Да я тоже слышу. Нет, я не слышу. А ты знаешь, другой вопрос, где Мелоди? Эй, Мелоди! Кто её по-своему не видел? Добрый день, сэр. Джим, кажется, вон она. Джим, вон она. Да. Короче, надо вытопить одного из узкопля... Узкопляйте. Направленных? Направленных, да. Узконаправленных. У них узкое направление деятельности. Сфера деятельности такая. Так. Вот. Не знаю, может, за символическую плату они нам что-то с жестами и языком своим там объяснят, кто тут посещает в основном. Мы выясним, есть ли тот человек, который нам нужен. Если нет, то можем ехать дальше. Не обязательно. Вон сзади смотрим сидит. Так, давай сейчас мы просто, может быть, пару баксов дадим. Так, но сначала Дуглас, можешь отойти, пожалуйста, от нас на метров на десять и вернуться. Я хочу кое-что понять. Тёса? Нет, я поняла. Да. Ты понял, да? Да. Пошли его это положить на секунду? Да, скажи, чтобы он вздремнул. А что случилось с ним? Да, воняет. А, ну, она еще и вперегиваю. Да, угол. А есть кого-нибудь поесть? У меня есть кусочек. У меня сейчас желудок к спине прилипнет. О, так-то лучше. Что мы без меня делали? Сдох либо от голода, наверное. Однозначно. Ну, я ему сказала, короче. Ага. Так, теперь нужно понять, ну, где искать его. Сэр, здравствуйте. Понимаете по-английски? Ничего не понимаю, что вы хотите. Если бы ты ничего не понимал, ты не ответил бы на вопрос. Верно? Верно. Подловил меня? Белоглазий. Так. Я готов тебе дать два доллара, если ты скажешь, в каких местах здесь богатеи проводят свое время под опиумом. Слишком мало два доллара. Сколько тебе нужно? А сколько у тебя есть? Пять баксов. Тогда давай четыре. Хорошо. Так, тебе нужен дом. Не говори. Дом с богатеями, которые тюсуются, правильно понимаю? Опиум, да, женщины. О, слушай, тут недавно закрыли один бальдель. Так, вот, вот где же деньги твои. Да, спасибо. Закрыли, и что? Ну, все, Влади, я тебе сказал, что... Что, одно место только, что ли, там? Ну, ты просил только один дом. Я тебе один не сказал. Подумай, пожалуйста, еще раз. Ты знаешь, что с тобой будет, если ты мне сейчас углазать здесь будешь. Я знаю, что с тобой будет, если я разозлюсь. Ты не хочешь проблем. А ты хочешь проблем? Я не хочу проблем, но я могу тебе их сделать. Понятно. Что, я правильно понимаю, что он говорит про тот дом, в котором... Мы... Который все мы знаем. Я не поняла, про какой он дом. Ну, мы были, мы пили там. Молодя, вы тоже там были. А... А... Тот, который... Ты вешу, душа вон, который... Ну, да. Забегаловка-то вшивая, или что? Нет, нет, большой. После которого мы были. Эм... И что с ним? Ну, там же, там же развлекаются вроде люди, разве нет? Или я про другое говорил вместо. Это может быть вообще какое-то тайное место, о котором мы вообще не знаем. Вот нам надо и выяснить. Ну, у меня денег больше нет. Слушай, а вот в том салоне, в котором мы выпивали, там же тоже есть места, где можно поразвлечься. Да. Если честно, на какую-то забегаловку похожа только та, тот первый салон. Эм... Не знаю, можно так сказать взять БК за РК и спросить у него с пристрастием, скажем так. Эх, ты еще ничего не знаешь, это обычная работяга. Я про другого какого-нибудь. Вон, какой-то стоит прям в этом. Сзади тебя... Джейм. Ты знаешь, как раз везде. Его прям не видно, там. Если ты понимаешь, о чем у меня. А, проходишь, что ли? Да, да. Здравствуйте, господа, здравствуйте. О, здесь интересное место, какое. Хороший переулок. Привет. О, смотрите конфеты. Да, там, там. Сейчас к нашу пасть свою. Ой, заколочка. Ой, тирать. Такая живот, твою мать. Теперь рассказывай ты, где опиумные торчки любят проводить время, богатые, у которых много денег, которые любят развлекаться. Отвечай мне. Подожди, по-моему, ты тварь. Сюда. Козёл. Отвечай. Да, представь. Отвечай, скажу. Отвечай, твою мать. Отвечай. Ну, хоть успокоился. Ну, да. Отвечай, когда вопрос задаю, твою мать. Кажется, это дело пропащее. Я знаю, что ты понимаешь по-английски. Ладно. Кажется, он ничего не скажет. Так, что ты решил нам рассказать что-то? Ну-ка, ну-ка. Ага. Ага. Поняла, где это, Джинни? Примерно. По-моему, мы там были. Ну, тогда, уважаемый, лежите. И спокойных снов. Пошли. Выезжаем с батей на стрелке. За вас. За пару долларов. Да, есть такое. Ларри, тебе нужно было идти с нами. Ты лучше умеешь развязывать языки, чем я. Мы же развязали, господи. Нам нужно было быстрее. Так, а нам нужен рынок. Я так понимаю, это там, где мы, это, покупали. Нам туда вроде. Пойдемте туда. Идемте. Че ты тут распизнелся над своим драконием? Заткнись, нахер. Сука, как начинает. Как же это, муха жжи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. А это, Ларри, припоминаю, что когда я там это еще ошибался у него, я сам хотел гнать. Я хотел прогнать Брагу. На рынок, на рынок идем. Скажу Римусу, чтобы на рынок. Насчет-то как-то не задалось. А я скажу, уйди. Как дела, Марш? Короче, Дуглас, надо, короче, расспасовать их. А куда мы идем? На рынок местный. А там что? Не издеваешься? Говорит, там какое-то местечко есть. Не обрекалывайся. Подожди, может, Дугласа пока сюда поставим? Ой, Дуглас, подери больше. Чайно-развес. Я решу это, и ты будешь на качество, как ты был похожи. Эй, давайте лучше не так пойдем. Я пришел, Джинни. Ты что бежишь-то? Да я проверила, там же наколенец все даун. Да еще уж мне проверить, а мы чем вас пускать по всему городу. Мне кажется, никто за нами не идет. Ладно, что здесь они? Они там чай увидели, стоят напротив чая, гыгыкают. А что у тебя с хвостом у лошади, Ван? Да, что там, блеск немного. Ничего себе, болеешь что ли у тебя? Немного. Но уже идет на поправку. Дал ей немного лекарственных трав. Вот, все для людей. Двоих лошадей можем привязать. Неплохо, да? Так, ждем остальных. Вот это у меня, конечно, память вне меня не будет. Прекрасная память, согласен. Да. Умнее, что ли? На глазах. Да хватит, у нас как бы дела еще. Давайте заберемся делом, господа. Да, давайте, все, я собран. Так, кого нам надо искать? Шлюхянцы? Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Так, шлюха не скажет, извините. Шлюх надо бить. Никого не нужно бить. Здравствуйте, Миш. Чем, как ты планируешь вообще выясняться здесь? В смысле? Ну, мы найдем помещение цел. Он сказал, что здесь в одном... Есть в порту, есть помещение, в котором... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И в котором развлекаются известные люди. Большой человек делает тьс-ть. И тя-тя. Может быть, вот этот большой парень знает. То есть, нормально у вас? Да, я нормальный вами лет что не видел. Так, ищите, ищите вход, ищите двери любые. Я видела вход в магазин этих артиквариатов. Там есть какой-то проход закрытый, решетка, и кажется, как будто что-то секретное он там прямо можно долго очень так ходить согласен давайте спройду спрошу кого-нибудь мы здесь были определенно где можно нажать опиума просто смерть и тарахметов люфенс обязательно 2 3 чтобы потерять сознание того и антиквариата нам он не нужен то вряд ли там принимаются опиум на друг на интересный здравствуйте красиво у вас тут прикольно да здравствуйте сэр андроте ангей скажите у вас есть что-нибудь почитать про миграцию леммингов из америки в ирландию и наверное что ты про это 10 спасибо мне интересно больше на сцене да мы ищем там для меня просто слушай там очень странные следы под шкафом как будто его двигали шумит земля обычная шкаф старого сил не трогаю не дай бог что подумать может что там за ним есть почему ну потому что приходится к вид что кто-то за шкаф для выход думает ну них и раз там про тараной про охотный босс и думаешь все это не трогаю парни трогаю не дай бог понятно а где ларита да интересуется вон да вон он присел хорошо так ну шо как успех то я пока это кушал так мы допросили одного этого китайца и он сказал что здесь есть где-то место в котором большие люди делают и чат 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 опиум 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 вот так он и говорил понятно поэтому пытаемся найти это место хорошо это чем он а для того чтобы выйти на это на штуку дом окажется здесь да да шумах монах шоу линия с ним антонович остановился спадет тебе мне даже не путь ну что там чуть нет там прям след как будто отобегали но проверить что мало ли цикла еще за 8 мало ли нам советовал самый раз интересоваться где шлюхи всегда прошу шлюх за шкафом где шлюха за шкафом или в стене ножка замаровал на так ты чует этот это шо а мелоди как вы себя чувствуете вроде неплохо хорошо хорошо ну и валять ну что все молчат как рыбы просто видите миш вы как печали ну тогда мы тебе дадим ларди шоа пеша брать язык потерял и не понял зачем она мне пройдет кавернов скажу где-то из нас труда он сопровел лоббать показал вот здесь улетит просто это пиздец пиздец наху блин а может и пошла может и на ковер тонко тонко на ковер и вызвал что решили интересная информация воды все же информация про ковер дуглас что с тобой я решил поставить этот цилиндр и уронил все понятно так короче ларри никак не договорился с китайцами он такой знал где какую-то бабищу износиловали ахом то ховре прям прям на ховре показал на каком даже говорит и на хрена там это показал брать ларит и долбаев шо ты же сам спросил сука а вот сказал ну и пошла на нахуй вот и поговорили блять давайте вернемся на рынок еще смотрим а может быть и за ковром и дверь какой-нибудь тебя шо так история что-то интересовался что вернулся шрифтанец карьер да муж куплю себе штихару лареберы проходиться в белья поток он говорит мне теперь же не нужны деньги и ковер нужен ларик что-то потрогал тогда бы может быть там была за ним дверь какая-то понятно в антиквариат на магазине есть и полно денег то можно там поинтересоваться этому туда и ходить старый не слюк рассказать он лимил 35 плюс это ирландские значит без денег нам там делать нечего нужно 26 долларов и не знаю достаточно этого или нет я не хочу это все убивать шлюху нет нам нужно что кто-то выглядел очень 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 богатая более ован готов антикварную шлюху вы бы разорвать ее так разорвать или вы и то и другое еще и желательно выяснится где этот чувак который нам нужен почему именно я ты самый богатый да мне кстати тоже в лошади остались вещи все идеальные сумки на молоте давай сказали что в антиквариатном магазине есть что-то можно если богатый я вот и говорю ларе обхерачивался ларе 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 выяснили если что в антиквариатном я выяснился только там есть много денег у себя есть то можно у меня 3 долларов всего дай ему долларов 15 чтобы он 5 долларов прям в лицо засунул этому лари да будь аккуратен там просто в антиквариатном магазине сам понимаешь старинные шлюхи будут скорее ососового помола так скажем шлюхи ушедшей эпохи да пыльные нет я могу конечно давайте все скинемся лари на шлюху арида готов да слушать если он скажет что он со своей пришел им возьмет мелоди с собой на всякий случай мы подождем думаешь ему так миленько выделят что будет нет выиски он скажет что выход он вы хотите первый короче возьми просто идти с лари зачем он идет со своей чтобы заплатить за опиум только они хотят веселиться там вдвоем понимаете а комнату типа да ну конечно вот их в одном магазине болят понятное там сто процентов еще ниже этаж есть хрешего хрешего за шкафом анализация то ваша пиздеца за шкафом ёбаные черепашки там бегают на лари посмотри шкаф стоят если кто-то двигал по-любому дверь один плюс один так давайте мелоди идите вместе с лари заходите и говорите что вы хотите развлечься хотите принять опиум и просто провести время эту ночь вдвоем и со многими людьми чтобы было весело и красиво и проницательно проникновенно так сказать ну что пошли генитра селона дубль может дать пожалуйста будет денег 26 долларов потратишь смотри мне вернешь потом сюда цена где пойдемте развлекать мы зайдем вы смотрите вещи пока ты называется сука на винтовку просто и